Необходимо было узнать расположение немецкой танковой дивизии. Нужен был язык. Еду на Виллисе к наблюдательному пункту командира дивизии и вдруг вижу, как с подбитого немецкого самолёта на парашюте спускается лётчик. Определить место его приземления было трудно, но вместе с водителем мы пробрались через канавы, кустарники и развалины до немца. При нем был только пистолет. Вести прицельный огонь, ему было нелегко расстояние, нервы, ветер, неуцепленный. Парашют. Несколько пуль прошли мимо меня. Остальное, как говорят, было делом техники. Через несколько минут рыжеватый молодой человек сидел рядом со мной в машине. Я владею немецким языком в достаточной степени, чтобы объяснить человеку, что при хорошем поведении ему будет сохранена жизнь. Привёз его на наблюдательный пункт и при генерале начал допрос. Показываю на карту, спрашиваю, где находится 5-я танковая дивизия. Лётчик молчит. Ну-ка, напугай его пистолетом, говорит генерал. Я вытащил наган, наставил ему в лицо. Взвёл курок, но немец, вместо того, чтобы испугаться, улыбаясь, засвистел. Да так, что я и сейчас могу воспроизвести эту мелодию. На меня это произвело колоссальное впечатление. Он долго мне снился. Ас. Но при лётчике была оперативная карта, и разобраться, где находится 5-я танковая, специалистам оказалось несложно. Через час огонь наших орудий уже сокрушал расположение немецких танков. За этого лётчика, языка, я получил свою первую награду-медаль за отвагу. А ведь мог. Проехать и мимо. Второй язык и вторая медаль за отвагу. Однажды командир бригады, полковник Синицын, и я, пользуясь нашими неточными картами местности, забрались чуть ли не в расположение немцев. Случилось так, что у меня было небольшое отравление, и мне понадобилось выйти из машины. Укрылся в кустах над балкой, и вдруг на дне балки появляется немец с автоматом. За ним несколько солдат без оружия, без ремней. Я понял, что ведут немецких гауптвахников. Проходят по дну балки и скрываются за поворотом. Идущий последним решил задержаться. Приспичило человеку. Я, толком не застегнув, как следует штанов, тихонько свистнул. Немец повернулся на свист, и я ему показал пистолетом, чтобы он шёл ко мне. Немец поднял руки, подошёл. Я его довёл до машины, привезли в штаб, и он оказался очень полезным языком. Меня назначили временно исполняющим обязанности раненого командира батареи управления дивизии. Должность ответственная, капитанская, а не лейтенантская. В батарею управления входили и переводчики, и разведчики, взвод тяги, взвод строителей. Наблюдательных пунктов, хозяйственный взвод. Прошло несколько дней. Вызывает начальник политотдела подполковник Якимюк. Вот ша Евгений. Приехал и до Мене Горни хлопчики два генерала и три полковника. Узнал и ша мы на отдыхе. Отдых это два-три свободных от боевых действий дня для приведения в порядок материальной части. Треба трошки посидеть, побалакать с друзьями. Так вот, просьба у Мене ДТБ возьми в хозвзводе жбанчик водки и принеси. Жбанчик. Это 20-литровая канистра. Парень, я был независимый, молодой. Товарищ подполковник, я не могу этого сделать. У меня все распределено по сто граммов на разведчика, по сто граммов строителям. Что вы? Это же скандал будет. Ну, добре. Я-то был в другие раз говорю, ша до Мене приехал и гости. Разумеешь? Дуже горни, хлопцы. Треба трошки посидеть. Принесишь банчик водки. Я не сдаюсь. У третий раз прошу при Нессе жбанчик водки. Не могу. Это воровство, товарищ подполковник. Правильно, Евгений, воровство. Молодец, улыбается и кемюк. Но в каких условиях воровство? В трудных условиях Великой Отечественной войны. Так же при Нессе. Отвечать перед солдатами буду я. Я принес. Через два дня жбанчик водки он мне. Вернул. Зря я волновался, так как по неопытности не знал, что у командира его ранга был законный неприкосновенный запас продуктов, которым он мог распоряжаться, как хотел. Просто у него в тот день не было этого запаса, и он одолжил его у меня. И вернул. Должен признаться, что упрямство мое ему явно понравилось, и его доброе ко мне отношение вскоре проявилось в очень неприятной для меня истории. Каюсь. Был грех ударил человека за невыполнение приказа. Я был временно назначен командиром огневой батареи в один из полков нашей пятой бригады. Полк был придан стрелковой части, находившейся в некотором отдалении от командира бригады полковника Синицына. Командиром огневой. Батареей я пребывал по совместительству с должностью его адъютанта. В разгар ниже следующей истории связь с ним была затруднена, а с дивизионным начальством связаться было легко, тем более что после моего пребывания на должности командира батареи управления все секретные телефонные позывные я знал наизусть. Итак, грех. Я, офицер, ударил солдата. По моему приказу он должен был взвалить на себя катушку с телефонным проводом и под обстрелом, стоя на подножке едущей автомашины Dodge, стравливать нитку до тех пор, пока машина может продвигаться по бездорожью. Затем ползком или бегом дотянуть нитку связи до окопов и, подключив ее к аппаратуре, обеспечить тем самым мою связь с командиром. Стрелковой части. Мы должны были помочь пехоте своими орудиями, четырьмя мощными 152-мм пушками-гаубицами. Времени для выполнения приказа давалось 20 минут. Они проходят связи нет. Проходят 25 минут. Отсутствие связи могло выглядеть как моя нерасторопность, что влекло за собой весьма неприятные последствия. Состояние взвинченное, кругом разрывы снарядов. Одним словом, жарко. Вскакиваю в свои виллес, еду по нитке и наталкиваюсь на сидящего под деревом, трясущегося от страха моего связиста. Ты что же делаешь, такой-сякой? Хочешь, чтобы меня расстреляли? Батарея не знает, куда стрелять. Почему сидишь здесь? Живот заболел, схватила. Не могу идти, отвечает. Взбешённый, выхватил пистолет, но сдержал себя, только ударил. Сам дотянул провод. Все наладилось. Но замполитполка, который не взлюбил меня за умение дружить с солдатами, решил за рукоприкладство предать меня офицерскому суду. Такие суды в случае доказанности, вины для офицера, кончались разжалованием в рядовые и отправкой в штрафную роту. А штрафная рота – это минимум шансов остаться живым. Что делать? Дозвониться до комбрига по своей связи никак не могу. Решаюсь и звоню подполковнику Екимюку. Все коротко рассказываю. Приказывает ночью прибыть к нему вместе с замполитом полка. Шавин Зробов. Ударил солдата. Рукоприкладство, товарищ гвардии подполковник. Недопустимо. Так. А Шазробов, солдат. Он не выполнил приказ командира. Но все-таки это рукоприкладство. Добре. Значит, лейтенант-вестник ударил солдата. И вы его, значит, решили судить. Так, товарищ капитан. Аша написана в уставе по поводу на выполнение приказа командира в боевой обстановке. Расстрел на месте. Так. А Шазробов, лейтенант-вестник. Ударил солдата. Давайте еще разок. Значит, Шазробов лейтенант. Он ударил солдата. А Шавин должен был зарабыть по уставу. За невыполнение боевого приказа. Расстрелять на месте. Так. Давайте, значит, утрите раз Шазробов-вестник. Ударил. Аша должен был зарабыть. Расстрелять. Значит, так. Вам, товарищ капитан, объявляю выговор за неправильную трактовку устава воинской службы. А гвардии лейтенанту-вестнику объявляю благодарность за сохранение жизни боевой единицы в лице солдата Красной Армии. Вы свободны, товарищ капитан. В гвардии подполковник позвонил моему командиру бригады и порекомендовал освободить. Меня от временного командования батареей и вернуть к исполнению обязанностей адъютанта. Кониксберг. Передовая. Из каждого окопа выход в сторону противника. Выход из окопа, о котором речь, простреливался немецким снайпером. И лежало там два трупа, которые из-за этого снайпера не могли убрать. Мне срочно понадобилось пройти мимо выхода. Миновать его и не получить пулю почти невозможно. Что делать? Я знал, что снайперская винтовка укреплена на подставке и упирается в плечо снайпера. После выстрела она, хочешь, не хочешь, немного смещается, и её приходится каждый раз возвращать в исходную позицию. Знаю, что у снайпера на поправку прицела уходит 5-6, максимум 10 секунд. Снимаю с головы. Фуражку и бросаю в простреливаемый выход из окопа. Снайпер спустил курок. И когда я увидел, что пулька ударилась в тыловую часть окопа, кинулся бегом через опасную зону. Проскочил. Да ещё успел послать снайперу воздушный поцелуй. Для подобных выходок надо быть молодым. Очень молодым. Мне было 22 года. После этого циркового номера самоуверенно написал матери «Меня не убьют». Пригород города Гальдаб. Сидим с ординарцем в двухэтажном доме, налаживаем связь. Толком, не осознавая, почему я это делаю, забираю рацию и говорю. Пойдём отсюда. Здесь будет что-то нехорошее. Я почувствовал. Пойдём. Вышли из дома, отошли метров на сто, закурили. Через 30 минут дом взлетает на воздух. И после этого случая писал матери. «Мама, меня не убьют». Не убили. Единственный раз в жизни я видел настоящего профессионального разведчика. Когда 9 апреля 1945 года мы взяли часть Кенигсберга, за высоким забором во дворе какого-то учреждения был выброшен белый флаг. Сошлись парламентёры с нашей и с немецкой стороны, открыли ворота, и сдалось огромное количество офицеров и солдат. Первым сдался в плен человек в немецкой офицерской форме. Он подошёл к командиру нашей части, обнял его, расцеловался с ним и сказал по-русски. Чёрт устал, как собака. Мы были чуть ли не в шоке. С него сняли немецкий китель, накинули полушубок, было ещё прохладно. Подкатил Виллис, человек сел в машину и укатил. Потом нам рассказали, что он-то и сколотил эту группу. Сдавшихся без боя немецких солдат и офицеров. А сдавшихся было более двух тысяч. Из всех воспоминаний о войне извлекаю лишь то, что имеет отношение к добру, к человеческой дружбе. Основа дружбы – это способность сопереживания и сострадания. Без этих подарков Бога людям не существует дружбы. Если человек говорит о том, что дружба – надуманное свойство людей. Это означает, что он обделён, что он грешен, что он в лапах сатаны. В страшной войне добро было сильнейшим оружием. Странная формулировка – да. Нет, не странная. Когда ощущаешь доброе к тебе расположение солдат, начальства, пишущих тебе письма. Это так помогает побороть в себе страх, сомнения. Это удваивало и духовные, и физические силы, и, если хотите, обязывало быть мужественным. Вообще на войне трудно было быть плохим. На войне человек, как на рентгене. И в заключение мне хочется сказать несколько слов молодым людям. Да, вам трудно только позитивно, или, пользуясь современной избитой терминологией, однозначно, размышлять по поводу выигранной нами адской войны. Не стоит тратить энергию и время на то, чтобы оценивать то так, то эдак то, что сделали мы старшие. Не надо пилить опилки, надо лишь поверить тому, что большинство из нас воевало с чистыми сердцами и совестью. Надо обязательно поверить тому, что все свои силы люди должны тратить на единение во имя того, чтобы не повторился тот кошмар. В котором под грохот моторов металла и огня скрежетала чудовищная, неописуемая мешанина лжи и героизма.